Недавно по одному из каналов нашего телевидения я увидела такую заставку. Говорят мужчина и женщина, ну, шутка. Ты такой слабый, говорит женщина мужчине, ты не сможешь меня защитить, если на меня будет нападать маньяк. Мужчина говорит, я смогу. И вдруг она ему говорит, а давай не сможешь. Вот это один из ярких примеров того, как у нас воспринимается изнасилование. Когда говорят об этой проблеме, то часто ее сопровождают такой вот клубничкой, потому что речь идет о сексуальном преступлении. Но очень важно четко сразу понимать, что это не сексуальный акт, это сексуальное преступление. И различие, наверное, очевидно, потому что когда происходят сексуальные отношения, они происходят на добровольной основе. А когда речь идет об изнасиловании, то само по себе это подразумевает несогласие одной стороны. Вокруг этой проблемы тоже много стереотипов. Например, опять тоже провокация насилия. То есть чаще всего говорят, что если девушка идет в короткой юбке, то она хочет, чтобы ее изнасиловали. У меня был такой пример в практике разговора с адвокатом в суде. Когда мы с ним говорили о провокации насилия, я ему сказала, вы знаете, я берусь вам доказать, что провокации не существует. На мое счастье, он был довольно традиционным стереотипным адвокатом. И он сказал, да вы что, да если она одна в лесу в короткой юбке, она просит, чтобы ее изнасиловали. Тогда я сказала, а давайте оставим в стороне, что она хочет. Может быть она насмотрелась глянцевых журналов и пытается повторить те образы, которые там предлагаются младым девушкам. Но она подходит к вам и просит вас ее изнасиловать. Вы будете это делать? Конечно нет, сказал адвокат. Это означает, что последнее решение за тем, кто совершает акт. У вас всегда есть выбор, совершить изнасилование или не совершить, сделать это или нет. И всегда есть момент, когда можно остановиться. Вот это самое главное, что нужно понимать, когда мы говорим о проблеме изнасилования. В нашей стране, к сожалению, это очень латентные преступления, потому что пострадавшие часто забирают заявление, часто не доводят это дело до суда. По разным причинам. Первое, это стыдно. Бывают угрозы со стороны тех, кто совершает эти преступления. Сама процедура доказательства очень сложна. Есть еще один момент. Определение изнасилования в законодательстве. Когда мы, например, смотрим статистику по этой проблеме, то под изнасилованием понимается именно сексуальный акт с принуждением. Но другого рода действия, если изнасилование при помощи предметов, если это было не изнасилование во влагалище, а другого рода, это уже извращенные действия. И здесь это дополнительная статистика, которую тоже необходимо рассматривать. Проблема изнасилования, на мой взгляд, является не просто серьезной проблемой, а это явление, которое должно быть искоренено в любом обществе. Это тяжкие преступления. И мне бы очень хотелось, чтобы и средства массовой информации, и каждый из нас с вами перестали шутить на эту тему, а просто задумались над тем, какие серьезные проблемы и какие серьезные последствия возникают для тех, кто действительно подвергается изнасилованию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова